Поселок городского типа Яблановский и Аул Новый Адыге Тахтамукайского района – одни из самых крупных и быстро развивающихся населенных пунктов республики. На сегодняшний день в них проживают десятки тысяч человек, работают крупные производственные и перерабатывающие предприятия, социальные и иные учреждения, а географическая близость к городу Краснодару делает их привлекательными для проживания людям, переезжающим в Адыге из многих регионов России. С учетом всего этого, на днях глава МВД по Адыге Олег Бесмельницин провел встречу с активом этих двух крупных поселений Тахтамукайского района. Материал Байзета Гомлешко. Открывая мероприятие, Олег Бесмельницин в целом охарактеризовал оперативную обстановку и подчеркнул, что в 2022 году на территории обслуживания раскрыты практически все тяжкие преступления, а в общем массиве преобладают кражи чужого имущества. Темы, которые поднимались на встрече с местным активом, были самые разнообразные, в том числе обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях, осуществление контроля за лицами, пребывающими из стран ближнего зарубежья, активизация работы по пресечению наркопреступлений, увеличение численности нарядов полиции в местах летнего отдыха. Министр особо остановился на ситуации на дорогах. В целях профилактики ДТП госавтоинспекции Адыгеи применяются различные формы и методы работы, причем как с водителями, так и пешеходами. Отдельно участники мероприятия обсудили аспекты обеспечения безопасности дорожного движения вблизи средней школы номер 27, расположенной в ауле «Новая Адыгея». Директор Марьяна Галамова поделилась с присутствующими о сложившейся ситуации и о возможных путях ее решения. Несколько вопросов поступило от депутатского корпуса сельских поселений. Они касались принятия мер по модернизации инфраструктуры в целях снижения трафика, большегрузного транспорта и корректировки мест несения службы нарядами госавтоинспекции в утренние и вечерние часы пик. Завершая встречу, министр еще раз подчеркнул, что МВД всегда открыто для общения, а в самом ведомстве постоянно ведется анализ обстановки в каждом конкретном населенном пункте с тем, чтобы вовремя принять соответствующие меры реагирования и дать необходимые поручения. Байзет Гомлешков, Вадим Агарков, Ислам Дахов и Беслан Коджуков. Специально для программы «Вести дежурная часть». Накануне Международного дня защиты детей в МВД по Адыгеи проводится большое количество различных мероприятий. Их участниками становятся юные жители республики, а также ребята, находящиеся под присмотром полицейских и попавшие в сложную жизненную ситуацию. Непосредственно перед праздником стражи правопорядка вместе с представителями общественности навестили и поздравили детей из республиканской школы-интерната и социального приюта «Очаг». Следует отметить, что одним из важных направлений деятельности управления по работе с личным составом ведомства является забота о ветеранах органов внутренних дел, а также детях и родных тех сотрудников, кто отдал свои жизни в борьбе с преступностью и получил серьезные травмы. Для этих ребят стражи правопорядка, коллеги из управления Росгвардии и общественный совет при МВД организовали экскурсию в одно из живописнейших мест Адыгеи – водопады Ручья Руфабга. Началось посещение со спортивного праздника, который провел заместитель председателя регионального общества «Динамо» Александр Леваков. Разбившись на возрастные группы, ребята соревновались в ловкости и быстроте при выполнении упражнений, входящих в состав нормативов ГТО. В ходе посещения от опытного экскурсовода дети узнали интересные факты об исторических и географических особенностях этого места.